Кто это такой? Так, как ему... Это что, прокурор? Стоп, кто это такой? Это прокурор. А ну, показывай его сюда. Сейчас я покажу, достану и покажу. Что это на нем? Зе, стоп. Что это за нем фотка? Дайте сюда мне фотку. Сейчас, сейчас даю. Это прокурор Ширинов, на которого посылается... Подожди, стоп. Так, вот это прокурор, который в суде. Стоп, стоп, стоп. Стоп. Что это за знак у него? Зе, знак ворожого. Ворожий знак. Как его фамилия повторить? Ширинов. Ширинов, как его зовут? Ширинов Руслан Михайлович. Руслан Михайлович. Так, стоп, стоп. Вот это он. Вот это он. А где вы взяли вот это дело? Это он с этим знаком приходил на следственные эксперименты сюда. Стоп. Война у нас тут началась, или нет? А я уже. Уже была война. Да, стреляли по городу, с градов стреляли. А что это в него за сумка такая? Ну... Стоп. Вот это он тоже, да? Это он тоже. Стоп, подождите. Подождите. А он тоже бурят? Или нет? Или нет? Ну я понял, что он активно так против вас. И судьи тоже. А они вот это вот, цей прокурор и эти судьи постоянно так с вами общались? Это же прокурор, прокурор, это его криша. То, что он... Кто его криша? Подождите. Вот это Селезневая криша, это прокурор. И еще... А что вы взяли, что он криша? Ну того, что он сказал, что не видел, с кем я приходил, кто приходит. Так вот я тогда не общился. Она сейчас Галвинского, которое я сохранил, когда я к вам приходил. Она говорит, о-па, журналисты. Они уже все знали, прокуроры, судни, что я могу. Вы думаете, что их там делают? Угу. 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 Ну что? Знакомимся. Я был тут на первом суде. А это что у нас сейчас последний суд или как? Ну, дебаты. Дебаты. Угу. Дебаты по какой статье? 115. А часть? Что там нет? Не помните? Первая. Это что такое? Это изнасилование крупного рогатого скота со свинительным исходом. Нет? Да. Часть первая, часть вторая. Часть вторая. Вот видите? Потому что их больше нет. У нас всего лишь две части. Часть вторая, статья 15, часть первая, статья 115. А Вы ничего не хотите рассказать? Желание у Вас есть? Скажите, как Вас зовут? Меня зовут Николай Митрофанов. Кто Вы вообще по профессии? По профессии я механик по ремонту шахтного оборудования. Шахтного оборудования? Шахтного оборудования. Это что? Что это делает оборудование вообще? По жизни? Это погрузочные машины, буровые установки, скреперные люклетки. И у нас свое семейное предприятие, которое с 1987 года занимается ремонтами этого оборудования. Хорошо. И это два года, насколько я понимаю, Ваша семья голодала? Два года. За два года работу нашего предприятия заблокировали. Кто заблокировал? Заблокировал потерпевший в этом криминальном проведении Селезнёв Андрей Иванович. А как он заблокировал? Ну, угрозами убийства директора. А кто директор? Кто директор? Директор мой сын Сергей Митрофанов. Что Вы имеете в виду по угрозам? Это как понять? За вот эти угрозы... Он просто приходил и сказал, что я тебе синяк поставлю или что? Это не имею в виду, а открыто криминальное проважение за его действия, которое... Что за криминальное проважение? В каком районе деле открыто? Сейчас скажу какое. По Кровскому отделению... По какой статье криминальное проважение? Протедия в законе господарской деятельности. Ага. В хозяйственной деятельности, да? Есть такой. Кодекс есть такой. Да, в законе господарской деятельности. По этой статье предпочено покарание от 4 до 8 лет. Так. Сколько времени длится это проважение? Два роки. Два роки? Проважение нового. Постоп, подождите. Два роки длится проважение. Сколько проважения длилось по вашим 115? Также два роки. Вы меня не поняли? Открывалось. Вы уже в СИЗО сидели два года, насколько я понимаю. Да, это криминальный проважение. А кто следователь там? Сейчас там ДИЗНОВАЧ. До сих пор ДИЗНОВАЧ, что следоват не передали? Не передали еще следоват. А что он говорит, этот ДИЗНОВАЧ? Как его фамилия? ДИЗНОВАЧ. КОВТУН. КОВТУН. Опа. Мабуть у них один отец на всех. ДИЗНОВАЧ КОВТУН. КОВТУН. ДИЗНОВАЧ КОВТУН. А где он нападал вообще? На работе? Дома или? Вот последний раз, он его подстерег в Крыморийской московской литературе номер два. И погрожил убитым сам. Подождите, подождите. А откуда, как он его подошел? За ним прямо в больницу ехал? Как он мог знать, что он там? Может, это было случайно. Может, увидел, что Сергей едет в какой-то машине. И там у лекарни заявил, что я маю намер выехать за границу, я тебя убью до того, как выеху. А если не убью... Кто выеху за границу? Селезнову. А сколько ему лет? 60 лет. А до того, как я выеху, если я не убью тебя, то я договорился с найманемым убийцей, то убьет тебя он. А где это есть зафиксировано где-то? Это есть в этом криминальном проведении. А вы ознакомились вообще с криминальным проведением? Так, есть фотофиксация материалов этого проведения. А чем занимается этот Селезнев? Как его зовут? Андрей Иванович. Селезнев Андрей Иванович. Я Валерия знаю Селезнева. Он потерпел в этом криминальном проведении только потому, что не удалось меня убить. То, что с 20-го погруза убью, 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 убью. А 24-го лютого… Подождите, я что-то не пойму. Как убью? Не стало ничего на улице? Вас застряли и хотели вас убить? Он взял в аренду майстерню нашего помещения. И я только поселился. Сказал, что платить я ни за что не буду. Ни за что не буду платить. У меня… Но что, у вас договор с ним какой-то был? Говор есть. Согласно этого договора, за накопиченные его деньги Днепровским хозяйским судом, с него было стягнуто сумму заборговатости. Подождите. Не хорошо. Он не захотел платить. Вы ему предложили покинуть ваше применение. Чи ваш бизнес? Что там? Нет. Прошу сказать. Здравствуйте, Украина, город Криворух. Это суд Жовтневого района. Вы слышали? Обвиняемый Митрофанов. Два года тому назад. У меня есть там видео по Жовтневому суду. Как судьи и его защитники устраивали скандал. Чтобы не было там прессы. Вы поняли? Чтобы не фиксировалось. Ну поменялись там адвокаты. Судьи, насколько я понял. Вы увидите в следующей второй части. Судью Дехто. Это будет все вам подтверждение. Почему и шо и как. Два года почти просидел этот Митрофанов в СИЗО. За что? По 115-й. Вы слышали. Вот этот прокурор сидел. Слева. Ширинов. И вы видели его в начале видео. Как они к всему готовились. Ждуны. Кто кого ждет. Надо у них спросить. И что они так себя ведут. Значит. Дознавач. По угрозам его сына. Этого Митрофанова. Его зовут Сергей. Ковтун. Дознавач. Жовневого. Райвидела. Значит. Что он сидит там? Сидит он из-за того. Что его выпустили по состоянию здоровья. Ему ухудшилось здоровье. Этому Митрофанову. По-видимому. Они хотели отжать его бизнес. Насколько я понял. А что на самом деле. Ну. Митрофанов сам расскажет. И вот этому Митрофанову. Когда у него стало плохо со здоровьем. Ему предложили чуть больше пол миллиона. Залога. Чтобы его выпустили. Но. Так как у него не оказалось этих денег. Они ему скосили. Я понял так. На двести тридцать тысяч. Где он их позыщил. Я не знаю. Это его личное дело. Как он будет отдавать. Что там. Такие вот вещи. Так вот. Чтоб вы понимали. Вы должны это все увидеть. И вот во второй части. Вы это все увидите. Как судьи заходили. Как они брыкалися. Как они конституцию нарушали. Как этот судья. Откуда приехал. С Донецка. Дехта. И все вы узнаете. Откуда у них. Квартиры. Автомобили. Что они тут делают. Что они с этими знаками ходят. И потерпевшие. И потерпевшие. Якуты. И профессора. Тоже якуты. Смотрите. Вообще. Сериалы. Это все для вас. Чтобы вы понимали. Когда вас будут. Брать. Вот эти менты. И эти прокуроры. Кто они такие. Откуда они вообще. Они не местные. Все это приезжие. Война началась. И они все разбежались. Не воевать пошли. А зарабатывать деньги. Те воюют. Там зарабатывают. А эти здесь. Смотрите продолжение. Для улучшения. Вашей видимости на ютуб канале. Принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.